приветствую тебя любитель шестой цивилизации это продолжение моего ффа сериала в дополнении райзен фолл в котором я играю за мапуча против семи соперников и все нации как раз из дополнения зулуусы шотландцы корейцы кри грузия монголы и нидерланды если вы не видели первую серию то рекомендую перейти именно к ней всегда лучше начинать смотреть с самого начала ну а всем остальным приятного продолжения просмотра можете идти in order to rally people governments need enemies if they do not 3 битвана надо как минимум для улучшенной авиации но я сначала хочу так коридор позор танкист уезжает мы сширяли как коридор это вводим беженцы идут слушать а взлетная полоса это лучше военного инженера или в аэропорту это я смотрю чтобы уран открыть ускорение построить взлетную полосу арчи ты что он явно делал ускорение этого вес что в авиации что ты спросил что это улучшение клетки или строительство в аэропорту инженером инженером военный инженер он только тут я могу писать не на кардизас так в наглую не получится ну чё он предложил тебе он предложил мне свою религию ну а чё ты не хочешь у меня есть карточки на самолеты блин один ход ну чё мы дальше воюем не ну с тобой я могу не воевать как бы еще один враг и сверху оказывается не на преусловие что голландские города как бы не трогаешь тогда это подойдет мне тоже покоражиться надо как-то ну так это не ответ голландские не трогаю да ну давай тогда принуди его в дружбе ты боишься его пушки которая здесь не боюсь его несчастье там же все таки же получают мне танк убил а ну за один танк назад я никак не могу повлиять на человека он сам пишет не повлиять ты как раз таки можешь так стоп а чего нужно сделать захватить этот город и дальше что отдать его что ли они просто захватите а ты не хочешь его отдавать на нужными человека нет ни юнитов ничего он дальнейшем также его потеряет через н число ходов может ты просто убьешь его да и все за раз ты не хочешь так сама сближаться так это как раз к этому и приведет не но эти же города тебе не нужны будут все равно я так думаю какие эти ну вот утрих ну его голландский почему они мне не нужны а ты хочешь имеешь ввиду сжечь что ли их так ну что-нибудь за такой жесток лейден я пушок но нельзя что в пригородах теперь еще здание появились но пищи там эти какие-то лейден мы приезжаем в лейден общем утром 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 ута у а Арчи, ты все ко мне отправил караваны, да? Да. Интересно, мы до третьего уровня доиграемся. В принципе, половина очков осталась. Знаешь, что третий уровень дает? 10% культуры, получаемой вашим союзником. По-моему, у нас действительно просто вассал есть там на севере. И очень хорошо себя чувствую. Я теперь понял, как надо играть. Появляешься рядом с Арчи, как бы он заключает вассальный договор. Так я ему ничего не даю, понимаешь? То есть, ты считаешь меня вассалом только потому, что я не хочу на него нападать с другой стороны. Зачем мне это делать? Я союз, который дает культуру, все караваны ходят к тебе, дают ему кучу денег и плюс там еще какие-то... А мои все караваны ходят к нему, дают ему кучу денег производства. Ты можешь отправить караваны и вон к Монголу, например, а не достанут. Да, достают, но... Он уже никуда не отправится. Нет, послушай, более того, у меня с Монголом тоже экономический союз. И он тоже уже второго уровня, но мне все равно к Монголу намного меньше дают караваны, чем осуществляя караваны. Тут же надо и ситуацию по игре смотреть. То есть, Арчи, очевидно, будет лидер. И как бы если бы ты просто не нападая... Ну и вы с ним воюете. Ты один с ним воюешь, Монгол с ним вообще не хочет воевать. По сути, за тобой речь. Послушай, дело в том, что я слышу и знаю, как Арчи играет, и знаю, как ты играешь. Знаешь, что будет, когда я нападу? Такой впрягусь, Арчи такой скажет, слушай, Грей, что нам тут делить? Давай, типа, вот ты забираешь голландца, а я забираю, как мне называется, мапуча. Не так и будет. А нападать на Грей, а нападать на Арчи чисто ради того, чтобы... Он куда-то не улетел, так он и сейчас не улетает. Вы его прекрасно сдерживаете. А я получаю намного больше. Вот даже если предположить, я нападу, мы распилим Арчи, я заберу тут вот его два города. По-моему, я намного меньше получу, чем вот я сейчас сижу, не строю армию и отправляю к нему караваны. Я даже в конце говорил о том, что даже если бы ты просто объявил войну, не давая ему отправлять свои караваны, ты бы уже очень сильно повлиял на ситуацию в игре. Я вообще ни единого винта не построил. Да, только при этом я бы себе все ухудшил. Ну, в какой-то степени. Спрашивается, зачем мне это? Ну, зачем я уже объяснил, в смысле? Реально, только я сейчас на карте. Ну, как бы по военной мощи, по всему остальному. Ну, у тебя военная мощь скоро станет значительно выше. Благодаря этому некоторым юнитам. Арчи вынес всех. Слушайте, у меня эти индейские песнопения начались уже полчаса, идут, и я начинаю немножко это... Садиться наконец-то. Так, инженеры тут надо. Художники с музыкантами, фиг знает куда их... Ну, че, Мандал, ты говоришь, что там воюешь со мной, да? Стой! Куда? I beheld the red. Куда откликнул левой кнопкой мыши и кавалерия поехала. Кризисный союз, цель которого Арчи, окончился удачно. Что, всем дали по тысяче? Еще денег. Ну, я вижу, что... А, кстати, не, в ПТ-команду в дефе с современными танками деф-деф. Ну-ка. А, хотя нет, не деф-вот, это просто раненый. Хотя, если их выставить нормально, кучу мести, можно пытаться. Тут археологический музей. Блин, ну то, что... Вообще, я, конечно, мог броненосец тут построить. Кстати, это видео вышло при поддержке космической глобальной браузерной стратегии ConsolWar.ru Обязательно загляните на этот сайт, а после регистрации введите кодовое словосочетание Леша Рептилоид. Получите пригоршню бонусов. К тому же, буквально со дня на день в игре появятся глобальные новшества. ConsolWar.ru Кампусы уже, наверное, не надо мне. Ну так чё, Арчи, мы воюем дальше? А за что нам воевать? Как ты собрался со мной воевать? Ну, это я тебя поэтому спрашиваю. Ты, ты, по сути, решаешь, мне и нет смысла с тобой воевать. Что я поставлю три танка? Что ты поставишь свои эти в дефе, вот и всё, и вся наша война. Нет, ты не что? Ну, это да. Ну, пойми, курдизация, он никак не повлияет на моё решение к тебе приехать сейчас в гости. Это первое, второе. Как бы человек получил тысячу золота просто так. Ни одному юниту даже не подвёл границы к твоей. Я же видел всю его территорию во время кризисного союза. Ну, а смысл тебе тогда мир заключать? Кому именно? Ну, тебе, Арчи. Ты мне только что уговариваешь. Вот я вот про это и говорил, понимаешь? Ты ход назад говоришь, нападай. Я вот сейчас втопал бы, например. Ты же не хочешь нападать. Мы же не можем... Я просто... Я не могу, у меня ПТ-команда на танке, и мы ничего не можем сделать. Давай мир заключим. Мы всё на этом. Я играю в ситуации по игре. Я один сейчас, по сути, могу воевать. Ни монгол, ни голландец. Но у них нет ни черта. У тебя как бы вот это вот... В первую мапу, в которой юниты стоят, это получше. Чем то, что есть там. Я же только что всю армию видел обоих игроков. У меня есть тонна флота, кстати. Я нормально могу нападать как? На сушу. Так, давайте посмотрим, какие-то ресурсы есть. Какао, красители, вино. Какао и красители только. Какаяо. Учми я согласен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арчи, посмотри предложение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот это надо на ровном месте взлетную полосу сделать. Интересно, где? Вот тут, что ли? Блин, трехутые будут идти. Так, потом, смотрите, какой великий инженер тут Тесла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он уже заключился номер. И на три клетки дальше. Уговоры уже бесполезны. Не, Куртизас, а на самом деле он... Ну, как он пойдет со мной воевать к тебе? Как-то бежать, ну, у меня штанги быстрее бегают. Я поеду в другой город заберу, потом там будет где-нибудь стоять. Эта интеллигенция привезла нас обратно от... Ну, давайте... Инвестиции... Логистика промышленной зоны. Сколько у нас тут ходов? 18 очков. Ну, 10... Ходов 7, наверное, 6, так что я вполне могу... Урвать. Голландия, может, мы тоже с тобой помиримся? Что нам тут зависит? Харлемона хотя бы отдай. Харлемона хотя бы отдай. А, ну да, кстати, он дает... Ему мощь с военцией с... Слушай, а че так... Как-то вот, Куртизас... В этой партии у тебя так все слабенько... Что случилось? Ну, он, Леш, никого не захватывал. И, в общем-то, не сильно отстает от нас. Яım-эм. В этой партии у нас. Идем... Срайлемона. Аминь. Утшильство. Утшильство. Курки. Вытшильство. Курки. Мер Lite. Курки. Эers2. эти пять ходов это он не работает еще он будет возвращаться пять ходов магнус арча муж мир заключена но почему я могу ходить той территории у тебя тоже мои границы как доступны или нет ну вот это и в тот раз было когда у нас союз закончился тоже почему-то нарисована границы открыты какие-то есть глюки тут то есть современный танк а ты кто армия или корпус кто убился ну без таков генералов то точно надо банить защитник вера не ну почему ты же можешь пробить дальнобойными юнитами он сейчас ввели беспилотники там как бы они хреначат убить дальнобойными юнитами то потом ты можешь не нападать на человека вот это нравится арчи нападает и возмущается почему я не могу его захватить чё за фигня плюс авиации есть да как бомберы вообще все разнесут к чертям ну смысле истребители тут в шестерке интересный подход к сражению то есть в этом плане о нифига себе да с другой стороны подход лучше оказался с одного удара город просто упал бугут он там 68 защита как бы о чем говорить там был современный юнит как он голландец устал уж даже не общается что происходит почему я не могу и нету двигать да тут все свои объявления воин произошло то есть корды зас объявил войну грей и значит автоматом я объявил войну получается нам забавно но я совсем не первое кроме арча арча где там военный совет кто кому объявил корды зас грей и нет я объявил войну голландцу соответственно мне объявили войну все остальные когда-нибудь ну ты это же помнишь их правильно чай а ну даешь кеш нет ну что время рада ты помирился до арчи ну по моему честно там монголия там городов дар больше ну да они не очень хорошие тут не поспоришь ну какие есть за может я позже стал идти этим еще нас помню тут еще можно провести 4 до 1836 72 ну да четыре хода можно вот наша новая искусственная граница а расплата за предательство интересно арча если ты будешь участвовать в этом случайном событии ты объявишь сразу войну этому должны захватить определенные города грея я еще ни одного города не забрал что захватить на не знаю у вас есть возможно турист на цель кризисного союза за него наверху должен быть написать написан я тоже долго искал там где самый мелкий белый шрифт начали цивилизация грей вероломно объявила войну своему давнему другу михаилу м судя по всему никто не застрахован от агрессии это самое верхнее дальше дальше ну еще это кому еще далее читали арчи посмотри сейчас захватить определенные города не написано как она какого именно все что арчи не хочешь как бы наоборот перекинуться с греем повоевать ты смотри ты получаешь он получает минус 3 боевой мощи против тебя ты получаешь плюс один к перемещению на его территории все торговые пути между участниками плюс два производства дают то есть тебе нашли отказался блин плюс 20 производства было за 60 ходов он длится 60 ходов то надо принимать ну пусть нас лучше будет трое чем двое убитых ты не ты не понял можно было его не выносить 60 ходов длится я приму 60 ходов длится я могу тебе не нападать как бы в этом случае почему нет ну потому что ты ничего не теряешь все равно зато ты получаешь ты всю игру сидишь ничего не делаешь чтобы у нас у меня есть лишний флот в этом в этом идее игры а дети бонусы получать дают такую возможность почему нету не поспоришь что мне дают возможность как бы пойти сжечь пару градусов ну давай иди сюда иди думал ко мне лезть да иди сюда вот не верю что вы друг друга по 5 ядерах скиньте а кстати да у меня же подлодок можно все закидать про почему меня здесь треклам но вполне могу этого инженера забрать отлично это кстати пропустил запечатать секунд из нас горит мы бы установились на чужих игроках на 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 там написал а давно уж был две гвешки ты забрал этот вот я тебе говорю равносильные города которые я забрал ну помимо столицы да столица там получше было трех мушкетерок надо создать как раз корпус сделаю армии а и а и лейдон независимым стал со встречу миша михаилу реакция только на меня когда я нападаю то что грейна полки вообще ни слова не сказал бы что он тебе предал вероломные предательства вообще прикольные события не понравилось у меня план сидеть развиваться спокойно пока не воюет и бомбы мне дали достижение звезда сцены на моменте как-то у меня все начали говорить на самом деле уже плавит я не знаю как как вы так хочется до 7 утра играть не но можем сейв сделать отложить я не против я тоже кстати не против смерть неверным защитник не действует а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здорово, пока они там ядерки кидают, может мне куда-нибудь улететь? Далеко-далеко. Заметьте уже, какая стадия игры, и нет ни вылетов, ни синхронов, почему удивительно. Стоп, подождите, я не зря вход закончил, мне надо еще... Подождите, давайте-ка мы тут еще... Как я там этот город назвал, я забыл. Два... Карабагалсун, да? Блин, должно платить, мне кажется. Продолжение следует... А ты разве докинешь Искар-болгал вот этого вот Суна в Улунди? Он нет. Ну, я могу тебе его дать, что мне с него. У меня такой люкс есть, как... Не стоит. По идее, я должен... Получить эту... Больше, чтобы бороться за что-то. Плотно, идеи ведутся к идеологии. Пробляем. и тут еще заканчивается логистика я как раз получаю раз уран спасибо за игру ну я предлагаю начались еще ходу просто сейчас видимо хвост поменяется каким-то образом подожди ну вот а мне опять выскочил может все таки принять а ну да так сри 60 ходов и там скану сейчас мы другой сейчас на другой не такой надо было меня на то все таки что уже смотри смотри грей мне было 60 ходов но стала 59 до прошлого года сейчас 59 но ты вынес голландца и теперь 39 ходов по идее на же тебя тоже висит у тебя против кого это тоже висит там написано короче вы сохранились да нет еще подожди давай мы следующий раз курты застал хостом пройдем этот ход и вот в этот промышленную зону я отправлю великого человек этого которого возьму потому что у меня оказывается больше всего производства именно здесь кстати надо поменять местами давайте-ка я виктора отправлю в пл-мапу потому что может приплыть этот чувак своими линкорами дебильными магнуса в пебен мапу и наверно вот эту тетку рейну столицу перекинем а 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 им а а а а а В итоге это, Арчи, ты забрал два города и я четыре. Блин, я тут до золотого века буквально одну очко, наверное. А, ну я получу сейчас великого человека, вот одну очко, зашибись. В итоге это дворец вождя мне не очень, все-таки эта штука на губернаторов намного лучше. Ты о чем разу? Ну, ковидерственное здание, где я построил, ну, плюс 20% за захваченный город. Кромки. Там уже на дискадо, наверное. Ну, города я захватывал в этой игре регулярно, конечно. Ну что, коммунизм откроем. Кстати, вы обратили внимание, что изменился коммунизм и демократ? Ну, вообще, дофига всего изменилось. Да, да, конечно. Ну вот, смотрите, в коммунизме 4 десятых производства на единицу населения в городах с губернаторами, а у демократии два производства и плюс одно жилье за каждый район. Ну, я так посчитал приблизительно, я не знаю. Это должны быть города размером в 25-26, чтобы коммунизм стал выгоднее демократии в производстве. То есть, тут демократии реально больше. То есть, у вас там в городе, ну, 5 хотя бы районов-то стоять будет, особенно в высоте. Ну, нет, но он же, ну, этот коммунизм еще плюс 10% даст ко всей промке, помимо этого. Скорее всего, он этот процент перекроет демократии. Если, конечно, у тебя высокие города развиты. Плюс 10%? Допустим, сейчас промки где-то в 70, да, в среднем городах. Соответственно, ну, вот по 0-4 это еще там несколько единичек даст, но плюс 10% я думаю даст больше, чем в среднем сколько сейчас? Где-то 4-5 районов, да? То есть, больше 10 суммарно получится. Ну, вот так нас из восьми стало четверо. Причем, большую часть вынес Зулус, между прочим. Да ладно, всего троих. Да нет, четверых. Как четверых? А, да, точно, извини, троих. Так трое против одного, это же большая часть. Я, между прочим, голландцу помогал отбиваться. Просто потом союз закончился. Чтобы потом все себе забрать, я понял. Так, ну, Курдизас, сохраняйся. Пиши, что сохранился, давайте договоримся, когда продолжение. Количество уже построено. То есть, район становится по цене, как чудо света. Патри, так раньше было от количества построенных или как? Раньше было от эпохи, то есть, от общего развития. А сейчас от общего количества. Я не знаю, там уже подробнее посмотреть, но штраф просто дикий. Там было и от количества построенных этих районов у тебя, от количества этих построенных районов у других, и от развития, да. Ну, видимо, надо искать новую формулу, то есть, как оно по-другому работает. Грей, перезайдешь, я тебя не вижу просто. Ты черненьким горяшь. Да ты тоже для меня черненьким горяшь. Ну, ты ж там, помощнее у тебя оборудование. О, теперь нормально. А у тебя? Да, все нормально. Ну, все, удачного продолжения. Курдизас, ты сейчас говоришь, да? Очень скоро перестану говорить. Уже перестану. Я просто хотел обсудить наш договор, на котором мы вчера разошлись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ты пришел в игру уже, эта злузская музыка офигенная. У них вот она вот в каждой эпохе прям очень классная. Так, ну что, у меня план простой. Я надеюсь, что они друг друга в ядерном угаре уничтожат. Ну, как минимум, у Кри есть уран, у Зулуса тоже есть уран. У Монгола есть уран. А я добью оставшегося. Глядя на то, как они тут что-то делают. Поэтому спокойно идем. Так, а великий человек нанят. Блин, зрение для ракетостроения, это тоже круто. Здесь у меня не хватает. Ну, тут сейчас будет достроен. А все эти сообщения все равно вылазят. Да, я загрузился. Все сообщения, какие чудеса построены, какие города. Я загрузился. Города захвачены, все заново вылазит после сейва. Ну, это типа напоминание. Вспомните, что было. Историю еще почитайте нас. Да, странно, что она не загружается еще при этом. Так, давайте сюда поставим. Так, вот этот классный инженер. В промышленной зоне здания этого района плюс два производства. И влияет на три клетки дальше. Вот тут я его хочу использовать. Ну, давайте глянем просто для интереса. Значит, 88,2 производства. 88,2. Ну, походу, следующим ходом начнет работать. Так, логистика промышленной зоны завершена. Банк достроен. Тут везде пригороды. Ну, тут пригороды не надо. Пригороды не надо строить. Он так у нас... Так, карточка у меня не взята, но... Мне бы апнуть, конечно, всех моих юнитов. Я, кстати, говорил вчера, да, что пофиксили этот венецианский арсенал? Нет, что он теперь делает? Только для города, да, где построен. Ну, отлично. Всего-то полтора года прошло, а игра из бета-теста выходит. Не, ну, действительно, после всех изменений игра действительно появилось множество механик, которые дополняют друг друга. Именно. И меня... Мне поражает, что я постоянно вот об этом говорил в своих видео. И народ, нет, вот это вот... То, что надо, вот так и надо было сделать. Вот это только так и оставить. Это именно, что должно быть разнообразие, варианты, развитие. Только это будет держать в игре. Когда ты... У тебя каждая игра будет другой. Ну, она даже с одним вариантом развития, каждый раз другая. Леш, по-своему. Где-то ты воюешь, где-то тебя сносит. Круто, целых два варианта, зашибись. Ну, где-то ты мирно живешь. У меня, да, даже так получалось иногда. Ни разу не воевать. Разные варианты развития, это обозначает не свои действия. Не, я не про развитие, я говорю, а вот даже с этим, с одним вариантом развития, она все равно, вот целая такая игра, что она как-то все равно хочется в нее играть. Да, но мы сравнивали шестерку, как бы, с прошлыми итерациями, там, с пятеркой, с четверкой. Какие там были варианты? Цивы, конечно, классные. Я вот, кстати, по этому поводу жду геймдизайнер четвертой Цивы, Сорен Джонсон, там какую-то 4x стратегию делает, объявил, во всяком случае, анонсировал. Вы какую-то свою династию будете продвигать. Мне интересно, что из этого получится. А дизайнер пятерки, он сейчас на работе у парадоксов, это те, которые Stellaris, Европа Универсалис делают. И он тоже занимается каким-то неназванным пока проектом, там тоже ведущий геймдизайнер. Тоже пошаговая стратегия. Просто проблема... Интересная. Да, проблема Цивы в том, что она как бы без конкурентов. Просто вот у нее нет конкурентов, поэтому Фераксис, по-моему, и особо не заморачивается. Так, слушайте, ход закончился, все. Я с вашего позволения, тут еще потыкаю немножко кнопки. Нет, тут чуть-чуть юнитов надо рассмотреть. Подожди, так у тебя еще не закончился ход? У меня? Так от меня таймера нет. Я понимаю, но просто у меня было нарисовано, что все ходы уже закончились. Ага, но у меня нет. У меня нарисовано, что ты тоже как Зулуз закончил. У меня сейчас показано, что ты закончился. Даже у меня так написано, но это неправда. Какие? Ядерный пепел, наверное. Да, да, ядерный пепел, я согласен. У нас столько городов, что мы закидаем друг друга. Мне промки хватит построить. Нет, уже хватит, чем там, блин. У меня чудеса по 4 хода строятся. Ну, все, отлично. Здорово. Стандартная концовка. У нас же есть другие игроки еще в парте. Я думаю, на них хватит. Ну, кого-нибудь, кто поближе к нам. Ну, давай, давай, заканчивай. Знаешь, сколько у меня войск? Они все походили на предыдущий ход, я же только захватил. Все корпуса, все армии, все распределите. Так, а когда у нас следующая эпоха? Один ход, две эпохи. Отлично. Это у нас писатель. Здорово. Что там? Кто там еще? Торговец. У торговца Кри берет. А он, наверное, пропустит. Ну, вообще, надо глянуть. Может, он там побеждает как-то. На самом деле, вот это вот здание, дворец Варждя, очень сильно влияет на... На стиль игры? На стиль игры, да. То есть, ты как бы всю игру сидишь, вот я сижу, сижу, и мне как бы шепот «Иди, иди, захвати что-нибудь!» Ну, надо! 15-12 knock уже городов или сколько там их меня... Это очень неплохо. Так, пригород. Да. 15. Ну нет, не хочу пока расти. Столько жилья мне достаточно. Довольство есть. Военная академия. Но я хочу на ангар 930. Давайте ангар. Где там карточка на самолеты будут. По-моему, воздушных юнитов. Да, значит, демократии будет. Надо будет еще демократии открыть. Тоже откажусь от этого. Зулусы возьмут. Вот, смотрите, я понял. При отказе... Вот смотри, сейчас, Арчи, ты видел, что ты отказался от торговца великого, да? И я потом отказался. Так вот, снижается общее количество очков, необходимое для него. Когда... И как ни странно, почему-то снижаются еще и очки, которые ты при этом набрал. Потому что было в начале, когда... Вот в начале хода, когда он тебе предлагался, он стоил 800 с чем-то очков. Вот ты отказался от... Это всегда так было. Я? И что, и 538 стало так? Даже была стратегия, когда стакали генералов, лишь от первого отказываются. Вот набрали, первый выходит, отказывается, а потом двоих берет. Ну, тогда я понял, почему я взял двоих ученых тогда. Так, ладно, дальше. Здесь банк завершен, рост есть, лаборатория нафиг надо. Поскольку, кстати, Арчу, у тебя строились армии танков по 4 хода или по 5? Ну, я корпуса строил. На корпуса. Ну, я к тому времени еще не вышел в армию. Я не танков, а рыцарей строил. Или ты про это делаешь? Не-не-не, вот я именно про танки. Ты типа так промку пробиваешь? Ну, я армии ПТ команд строил 3 хода в 5 городах. В остальных 4 хода. Армии. Ну, это там еще у Зулусов есть какой-то бонус. Надо это учитывать тоже. Какой такой стоит, а у тебя там по 150 промки в городах? Нет, промки меньше. Но именно Армии и ПТ команд строились 3 хода. Ну, они херня. Если бы я привел пушки Армии, то эти ПТ команды ничем не делали. Ну, так Армии пушек строится 2 хода. Ну, то есть они дешевле еще. Выбор юнитов, как бы, я не о выборе юнитов, а именно о стоимости производства. Так, расщепление ядра. Что вы говорите, сейчас армады линкоров без карточки как бы строятся в 7 хода. В достаточно слабых городах. Сейчас посмотрим, кто в каких эпохах будет. То есть карточка это опять будут те же 4-5 хода. Не знаю, я себе стратегию уже нашел. Я попробовал еще с каждым разом все просто отточить ее. Вот это 4 города вполне играбельные сейчас. Ну, да. Ну, хотя вот этот дворец вождя, если вот так играть, как я, эту игру, он очень сильно бустит. Да, вот вопрос, Арчи, интересно. Если бы рядом с тобой был... Вот грей с таким вот дворцом. Ну, не будем говорить в Зулусы, но просто какая-нибудь другая нация. У тебя есть время так развиться, чтобы... Да, одна дружба мне нужна, чтобы развиться более-менее. Чтоб уже можно было отбить желание нападать на меня. Конечно, я потрачу уже тогда промку не в лишнем там районе, не в третьем районе поставлено, но армию я уже могу строить. Класса строгала необходимо влезет. Хорошо. А на 65-м ходу уже можно и не заключать друг ни с кем, как бы. Лучше, конечно, две, дружбы, но одной... Ну, смотря на каком ходу там, да. Так, содержание юнитов снижается. Так, не понял, у меня сейчас два линкора, что ли, да? Скидка на все. Так, ладно, пока насчет нитянского арсенала еще не точная инфа. То есть, строится в другом городе все-таки? Ну, сейчас посмотрим дальнейшем. Слушайте, а на зенитные пушки есть карточка, да? Должна быть. Где-то есть. Я просто никогда с этими юнитами не воевалю. По-моему, в этих эпохах. А зенитные — это против самолетов, которые или что? Да, ну, она же еще и ядерки сбывает вроде как должна. Я сейчас настрою их вокруг всех городов своих четырех этих поставлю в два ряда, блин. В два круга, так сказать. Ну, кстати, я даже предлагаю просто проверить один раз как-нибудь. Ну, давай на тебе проверю больше. Должь, я тоже предлагаю проверить. Я тебя услышал. Они дорогие, кстати, зенитки. Ну, я, кстати, не помню, сколько зенитки стоят, а вот обслуживание ЗРКшек современных 7 голды за каждую. Ну, богат. Ну, не сильно, да. Ну, то есть, если столько построить, это надо 200 голды, и у них потратить. А у тебя как бы, параболит мы с этим. Ну, два проекта делаешь, и... Да, какая-то варианта, да. Кому настройшую, и все. Я даже позадумаюсь, может, поудалять половину танков, зачем мне стать? О, мы с Зулусом в золотом веке. Еще 15% бонусы к строительству юнги. Леш, напади на него. Да, Леш, сейчас. Но ему надо на мою территорию напасть. Так что я жду его. У него квест есть захватить у лунги, там, ладно. Не знаю, что он ждет. Всего 36 ходов осталось. Так там штраф-то не особо большой. Ты думаешь, что мы за 36 ходов не закончим игру эту? Слушай, это нация вот вообще сильная. Эти индейцы. Ну, может, и не закончим. Какие индейцы, твои или мои? Мои. Вот у них еще 5 голды вот на данном этапе. Вот это здание их уникальное дает. Ну, постройка рабочим, которая. Или не дает. Это меня тоже. Я вот вчера строил корабли, я так и не понял. Вроде, но мы не давались, да, в других городах. А сейчас построил как будто-то. Да, наверное, реформу денежного пропустил, у меня тут бегают караваны. Дофига. Лабы? Зачем бы лабы строить? Это лентабельно, разве? Они строятся по 4 хоны, чё их не построить? Так, тут пригород. У меня какое-то к ним плохое отношение. Я просто, видишь, в войне с двумя ГГшками научными, то есть я не получаю вообще бонусы, поэтому у меня наука как у вас. Ну, вот без лаб было бы на соточку меньше. Чё, я сюда захожу. Так, хотел посмотреть. Да, я сюзерен, поленки. Пехотинца создать. Положить торговый путь. Пехотинца я могу... А я её ещё не открыл. Так, окей. Так, окей. Здесь достроен. Что голландцы на таком этапе даже не все клетки улучшены, не охраненные для по числу жителей. Так, на Гулумапу, Певин Мапу бегает. Он стоит тормом, мушкатёров. И жалко её удалять. Пекун. Ну, понимаешь же, но даже если кто-то нападёт, она не поможет никак. А после пехотинцев она во что апается там дальше. Материзированная прихота. А, ну-то допускай ставить. 35. Найс. Да, сейчас игры должны, где вот равный состав. Ну, я не говорю там полностью равный, но если одного уровня примерно игроки будут играть, то и все игры должны затягиваться до мультика сейчас. Потому что кого-то снести, пойти вот просто даже до союзов этих военных и всё, и уже, по-моему, невозможно кого-то в одиночку забрать. И это всё решает этот... Мне кажется, самое главное, что они ввели, это вот этот АГГшки в бонус переделали. Да, это важно. Потому что сейчас уже нету этого дебильного... Ну да, это дебиль... Просто на самом деле дебильная строта, где на города просто не смотришь, и там... Есть он цель, нету. Что там происходит? Один раз нажал там вот клик промка, и да, и забыл про него. Так, пригород завершён. Я нашёл кремниевый пистолет Тамары. Которым она застрелилась, да? Так она даже не вышла в это туда, короче, а пистолет был. Пора подключать уфологов. Блин, прикольно. У меня сейчас звучит музыка. Не знаю, это, наверное, либо этих негров, либо индейцев, потому что это какая-то новая музыкальная тема. Так там автотюном голос подправлен. Типа такие песнопения вроде... Ну, как-то сказать, первобытные песнопения, но при этом автотюном так всё это сделано. Ну, автотюн это... Понимаете, о чём я говорю, нет? Ну, я нет. Ну, вот этот... Как её? Шер, знаете эту песню? Do you believe in life of the love? Знаменитая. Ладно. Поговорили. Фиг с вами. Хотел обсудить искусство, но... не получилось. Блин, блин, блин. Ну, кстати, так до сих пор открыты границы с Арчи. Удобно, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok «П Rahman Торзок» «На субтитры создавал DimaTorzok» «На субтитры создавал» «Отдитры создавал» «Х'mф» «Иван для дженов» «Восpeak» «Иван для дженов» «Иван для дженов» Это должно быть стандартным. Я, правда, конечно, не очень умею пользоваться. Но как-то в чужом городе-государстве, то есть у нее способности только дублирования редких ресурсов этого города, она, конечно, классная, там, предположим, если у вас нет урана, то посадить в ГГшку она будет давать. Ну и все, и удваивает количество ваших послов в нем. Но это так, то есть перебить один город-государство, я думал, она как-то побольше бонусов тебе давать будет, хотя бы там какой-нибудь процент от той науки, которую дает город-государство, предположим. Ну, вообще, в гене и смысл есть в начале, когда тебе прям очень нужна какая-нибудь стокгольм или кумассия, плюс два посла, нормально. Быстро можно получить изеринство. Нет, здесь интересен именно тебе ресурс, вот, предположим, у тебя нету нефти или у тебя нету урана, да, но для этого надо ее прокачать, во-первых. Так как мне проще ГГшку из изеринства передать. А почему стало меньше золота к тебе, Леш, ты не понял? У тебя не уменьшилось? Ко мне меньше, так у тебя золотой век закончился. Ты там, наверное, брал плюс три к золотому веку, нет? Ну, во время золотого века. Ой, я уже не помню. Просто у меня как раз сейчас золотой век, я взял эту штуку и у меня, посмотри, какие у меня. У меня сейчас там 34, что ли, с каждого. С каждого. С тропического леса не хочет брать. Ну, вот здесь два леса, предположим. Я в основном их все повырубал, конечно. Ну, вот тут леса есть у Крит. Давайте я возьму его. Какой там следующий. Озарение для трех, нормально? Ну, тоже. Так, а какого еще мне дают? Ух ты. О, полководцы. Мне просто так дали, я в реку радио. Уверен, что просто так, они там не за союз или еще за что-то. Написано, собирая знания по всему миру, вы обнаружили научную информацию, неизвестную вашему народу. Прикольно, интересно. А наведи мышкой, там объяснение, по-моему, будет, что ты сделал. Ты это в историческое этой смотришь? Нет, это вот именно как раз в Эврике. А это просто в Эврике? Историческое, я ничего не вижу. Ну, мне и теху целую дали, а Эврику, да. Так, Пикун Мапу бегает, поэтому давайте в Инна, Инна Перемапу перебросим. Так, тут Перемапу тоже, по-моему, отбегал. Из Перемапу у меня вообще три бегает аж. Да, значит, надо перебросить Уильи Мапу есть. Нагу, Мапу есть. Бафа, вот, в Бафу. Бафки, Бафки, точнее. Так, этот у нас ученый. Работает рядом с тропическими лесами, я так понял. С тропическим лесом. Ну, вот тут место Укри какое-то, как минимум, раз, два, три леса. А вот тут вообще, вот сюда надо идти. Так, ну и генерал. Наземному военному... Это, то есть, отойти от дела. Так, он пассивно, что дает. Плюс пять. Наземному юному... Я в этой игре построил значительно больше армий целиковых, чем Мапну из прошлых эпох. Раньше такого, конечно, не было. Продуктовый рынок. Блин, тут надо пригород еще один строить, наверное. Загляните на console.war.ru, воспользуйтесь кодовым словосочетанием Леша играет. А на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досорели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.